Немножко света впустим в дом. Собирал на вот этом генераторе. И вот тут на транзисторе с пачками. Пачки работали сами по себе. Было 5 кГц частота пачек, а тут частота пушпула 130 кГц. Сейчас частота Тесла было 723 кГц. Я поставил качер, потому что никакого эффекта не было. От этого генератора сперва несколько микросхем попалил. В общем там с этим генератором и на детали не так дешево выходит. Несколько выбросил попаленных микросхем. И тут лежат 3 кГц, кажется, попалил. 74 кГц 14 и 74 кГц 1 3 2. Ну я пробовал удлинить заземление. Вот теперь она удлиненная еще вот с этой катушкой последовательно идет. Вот сперва к ней подключается, потом от нее уже натопление идет. Думаю может это в заземлении. Я там в общем крутил пачки, крутил частоту. Разные Теслы подбирал, разную емкость подбирал, резонанс разный. Там на генераторе разные конденсаторы подбирал, чтобы разная частота была. Вот этими конденсаторами подбирал. В общем очень много всяких проблем с этими пачками, очень много времени потерял. И к проблеме денег на эти генераторы и с пачками он выходит. На качере значительно проще и надо каждый раз подстраивать частоту. Включил он всегда на резонансной частоте. В общем я... Если хочешь поменять частоту. Сниму вот такую. Там косня уже 724. Положу 723. Посунул 724. Вот такую сейчас такую. Настраиваешь. У Руслана же раньше было на качере чисто. Работала прекрасно и на постоянно работающем качере. У него есть никаких прерываний. А 24 вольт не надо никаких преобразователей делать. Поднимать до 120 вольт. Ну и на одной остановке у него там от 14 вольт работал. Качер. В общем, когда я заземлил вот этот конец, который последний, а не начало. Тогда при работе трансформатора Теслы, когда я включал без пачек на том генераторе CD4046, то есть, тогда лампа ярче горела. Особенно вот эта слабая. Когда Тесла включалась. Так хоть прибавка уже была по напряжению. Ну это сложение мощностей было, но все равно. Уже хоть какая-то была прибавка от трансформатора Теслы. Хоть это сверхъединицы не было. Потому что чем больше лампов нагрузка мощнее включала, тем уже слабее прибавка была по напряжению. Потому что это было сложение мощностей. Они сверхъединицы. Если делать на полион-транзисторе, тогда надо еще вот тут резистор на каких-то 2 Ома поставить, параллельный ему конденсатор. Ссылается на коллектор там проводе на плюсовом, чтобы если не запустится качер, тогда резистор бы начал греться, и он либо сгорел, либо на нем вся нагрузка пошла, и транзистор бы не сгорел. Но биполярным нужен ток малый, а на полевом нужно побольше напряжения. А полевые они большим током управляются и малым напряжением. А на нижнем конце как раз большой ток и малое напряжение. Поэтому как бы биполярные транзисторы, может быть, лучше подходят, чем полевые для качеров. Хотя теперь уже все полевые транзисторы такие хорошие выпускаются, что не знаю, может оно полевые будет лучше. В общем, у Руслана был вот такой, два сцепа, может пусть он не стоит. Вот тут плюс, от плюса через дроссель, потом вот накачеры уже плюс. Тут конденсатор, два сглаживающего еще такие. Этого хватает там электролита у Руслана, я видел, стояли, но их как бы и не надо ставить, потому что... Вот их емкости уже хватает. Разве что, если очень... Да не даже если инактивно очень дроссель поставить, все равно тут хватает, потому что частота высокая очень. 720 кГц. Буду повышать частоту 734. 736. Поснимаю кое-что. Вот эти вот. Вот не надо каждый раз подстраивать и время терять, частоту подстраивать. сам подстраивается. Даже руку выпускаем, можно регулировать, только как бы без... Все равно ничего не происходит. А еще сниму вот эту железку. Частота будет выше. Уже 771 уже. Камера приблизилась. Немножко попробую понизить. 768. Еще. Так-то наложу. 765. Как видно нагрузки. Ничего не меняет. Как видно нагрузки. Ничего не меняет. У меня на 20 ватт лампу-то было 53 ватт. Ничего не меняет. З sc Gargимиллотих Ohio с т.г., Через нынешний фон是我.